Уважаемые участники совещания, посевная кампания для Беларуси в этом году важна как никогда. Мы проводим ее на фоне горячего конфликта у наших южных границ, а также в условиях огромного санкционного давления на Россию как главный рынок нашей страны и главного нашего союзника, поставщика сырья, в том числе, беспрецедентного роста цен во всем мире на углеводороды, удобрения и продовольствия. Это то, что у нас есть в достатке. Кроме того, установилась засушливая погода, которая осложняет начало нашей кампании. Зерно сегодня практически новое золото или нефть. Может быть, даже будет дороже. И поскольку один из основных мировых поставщиков, Украина, вряд ли сможет провести полноценную посевную кампанию, цены будут расти и дальше. В беднейших странах планеты организация объединенных наций уже не просто предсказывает, планирует голод. Безусловно, на кону прежде всего наша собственная продовольственная безопасность. Мы должны обеспечить всем необходимым белорусский народ. Свой народ мы, как и всегда, обеспечим отечественными продуктами. Ну и главное, создать стабилизационные фонды. У Беларуси есть для этого абсолютно все. Пахотные земли, отечественные удобрения, селекционные семена, сельскохозяйственная техника. Не просто в наличии мы ее производим. Весь шлейф. Современные перерабатывающие заводы. Самые лучшие люди, которые умеют работать. Разумеется, нельзя забывать и про наращивание экспорта. Как показывает статистика, за 2021 год он вырос более чем на 17%. В денежном выражении это почти 7 миллиардов долларов. То, к чему мы стремились. В этом году надо превзойти эти показатели. В прошлом году мы отправляли продукцию аж в 110 стран. Это рекордный показатель. Но у Беларуси достаточно резервов для дальнейшего роста нашего экспорта. Еще раз подчеркиваю. Для сельхозпроизводства очень хороший момент. Нарастив производство, поправить финансовое состояние. Задача в этом году произвести около 9 миллионов тонн зерна. Надо железно в правительстве записать везде 9 миллионов тонн зерна. И хватит телепаться. 700 тысяч тонн рапса. Если больше, получите еще больше эффект экономический. И 5 миллионов тонн сахарной стеклы. На это обращаю особое внимание. Также необходимо обеспечить перерабатывающее предприятие агрокомплекса сырьем. А животноводство полноценными кармами. Сейчас главное проведение полевых работ со строгим соблюдением всех отраслевых регламентов и технологий. Для этого нужно ужесточить спрос за технологические организационные нарушения. Оперативно выявлять и устранять недостатки. Расхлябанность, мужики, закончилась. Надо сделать все, что только можно сделать сейчас. И невозможное для того, чтобы вовремя, Как у народа кажут, укинуть зернятка у землю. Влаги не хватает. Поэтому темпы посевной, если хотите, должны удвоиться. Десять дней и все. Мы должны посеять. На уровне правительства приняты решения по таким насущным вопросам, Как финансирование, обеспечение топливом, подготовка техники для проведения посевной. Все, что нужно было сделать отсюда, с центра, сделано. Осталось четко выполнить свои задачи на местах. Но, как мне докладывают некоторые регионы, Сегодня работают слабовато. Пробуксовывают. В первую очередь, есть вопросы по технике. В частности, отмечаются низкие темпы подготовки энергонасыщенных тракторов. Но около 80% мы отмечали, к примеру, в Витебской области. В чем трудности? Когда будет завершен ремонт этой техники? Это вопрос не только по тракторам, но и по комбайнам, зерно-сушильным комплексам. Потом у вас не будет просто времени. Начнется кормозаготовка, А надо ремонтировать комбайны, зерно-сушилки. Техника должна быть в полном порядке. А самое главное, на этой технике должны быть в полном объеме комплект механизаторов. Сегодня хочу услышать, какую помощь оказывают сельхозпроизводителю наши машиностроители. Мы об этом договаривались. И, как мне на местах докладывали, и Гомсельмаж, и МТЗ, и МАЗ, и другие поработали в этом плане. И помогли энергонасыщенную технику, которую сложно отремонтировать в хозяйство, помогли отремонтировать тех центров, которые губернаторы обозначили. Вторая проблема. Крайне низкими темпами ведется накопление минеральных удобрений. Роман Александрович, это ваша работа. Отдайте команду, чтобы сельхозпредприятия поставили и поставляли впредь в ходе посевной кампании удобрения. Но хватает же. Наибольшую обеспокоенность вызывают Витебская, Могилевская, Гомельская области. Там, где мы должны осуществить прорыв. Подкормите вовремя зимы. Не подкормите, не получите урожай. Третий вопрос. Обеспечение семенами и средствами защиты растений. И четвертый по топливу. Опять же, семена у нас готовы. Вопросов нет. Мы целую зиму занимались. То, что нам надо поставить некоторое количество семян, каких-то культур, так это у нас осталось из России. То, что мы не выращиваем, не производим у себя. И по плану, я знаю, Россия поставляет все семена нам. Она в этом тоже заинтересована. Это небольшие объемы. По топливу, ну слушайте, топливо есть, его надо использовать. По каждому из этих пунктов, без самоотчетов, прошу доложить. Тем более, что даже в сельском хозяйстве работать приходится на фоне разного рода фейков. И информационных атак. Недавно докладывают мне, читаю, страшным оружием для нас стали семена сахарной свеклы. Слушайте, бестолковые люди только могут поверить в эти фейки и неграмотные. Семена готовили всю осень и зиму. И они готовы. Осталось некоторое количество по сахарной той же свекле завести семена из России. Они сегодня осуществляют поставку. Но еще раз хочу подчеркнуть. Вот Леонид Константинович вчера был у меня, мы договорились, 5 миллионов тонн свеклы. Поэтому если где-то надо закупить семена дополнительно сахарной свеклы под большие объемы, вы знаете, где покупать. Мы всегда семена сахарной свеклы покупали. Ну и потом, посмотрите в качестве эксперимента, может что-то уже у себя сможем производить. Я специально попросил информацию представить после этих фейков по сахарной свекле. Я проблем не вижу. Я просто ставлю задачу дополнительно. Высевайте до 5 миллионов, чтобы получить урожай сахарной свеклы. Потому что это большие деньги. Свекла, как хлеб, соль и другие, пару-тройку продовольственных позиций, стратегический товар. Вы видите, что сегодня за сахар идет война уже. К счастью, только в магазинах. Поэтому никакой чрезвычайщины засучить рукава и начинать работать. И дисциплину подтянуть на селе, в агрогородках, как минимум в районных центрах и даже в областных. А Минск подключится и окажет необходимую помощь и поддержку. Посевная кампания – это мгновение. Неделю за вторую закончили. Это просто, чтобы расшевелиться после зимовки, как всегда мы говорили, и подготовиться к труду в течение года. Уважаемый Александр Игоревич, уважаемые коллеги, нам необходимо провести яровой сев на площади 2 млн 266 тыс. гектаров, а также обеспечить технологический уход за группой озимых культур на площади 1 млн 900 тыс. гектаров, что на 73 тыс. больше уровня предыдущего года. Озимые зерновые культуры находятся в удовлетворительном состоянии, повреждений не отмечено. Под запланированные посевные площади в целом по республике сформирован в полном объеме основной и страховой фонды семян яровых, зерновых и зернобобовых культур – 123%, льна долгунца – 103%, картофеля, многолетних трав и других семян. Сахарная свекла. В исполнении поручения правительства и согласно государственной программе «Аграрный бизнес» на 2021-2025 годы, как вы уже сказали, производство 5 млн тонн сахарной свеклы. Соответственно, сев должен быть на площади 98,5 тыс. гектаров. Также правительством было поручено обеспечить данный сев. Мы задействовали 4 области – Брестская область, Гродненская, Минская и Могилевская.